Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. Сегодня открылся новый проект, который называется Avalon Reborn. Да, проект новый, название очень и очень старое. Откуда же взялся этот проект, что он из себя представляет, я и предлагаю вам вместе со мной сегодня рассмотреть. И начнем мы наше путешествие немножко нестандартно, не с самого проекта, а с группы ВК, Дискорде, ну или форум, который они тоже создали. Впервые провозгласили о себе данные разработчики 18 октября, а сегодня у нас 31 день открытия. То есть недолго они мучились. Почему они мучились недолго, расскажу чуть позже, ну а пока вернемся к группе ВК, в котором они начали выкладывать свои посты. Первые посты были о сборе средств на некий хост, о чем отписалась официальная группа Avalon, что они к этому никакого отношения не имеют. И об этом я разместил в своей группе оба поста. Пост о том, что идут сборы на хост и пост о том, что официальная группа Avalon отказывается от этого поста и никакого отношения к нему не имеет. После чего пост со сборами средств исчез. И это вы все видите. Далее же началась какая-то вакханалия с обещаниями открыть проект. Вот-вот, вот-вот-вот-вот. Откроем сейчас, откроем завтра и так далее. Но ни ссылок на мод, ни ссылок на ТС-ку, ничего не было. Но зато они занимались развитием какого-то форума. Кстати, этот форум еще сыграет свою роль. Ну а мы же, те, кто ожидали открытия проекта, писали в группе, чтобы они разместили мод для того, чтобы игроки могли ознакомиться заранее и приняли решение, заходить или не заходить. За что, например, меня внесли в черный список за какие-то оскорбления. Хотя, кого я оскорблял, я не знаю. Я только перечислил то, что нужно было бы выложить перед открытием. Например, ссылку на мод. Ну или на ТС-ку. Ну или хотя бы Дискорд. Дискорд открыли в самый последний момент. Но только ни группа ВК, ни Дискорд вам не поможет подключиться, потому что нужно идти вот на этот самый мифический форум, который они создавали дня, наверное, два. Там вы должны зарегистрироваться через Steam. И только тогда вы получите ссылку на скачивание мода. Ну и вот, наконец-таки, скачав мод, мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале ролика. Что они недолго мучились. А мучиться здесь не о чем, потому что это старая-старая сборка Avalon, от которой отказались даже сами официальные разработчики. И я предоставил вам этот пост, где они сказали, что в эту игру они больше не вернутся. Ну а эта сборка бродит по рукам. Она легко доступная. Поэтому не особо париться-то разработчикам и не пришлось. Ctrl-C, Ctrl-V. И все, проект готов. Но вот насколько готов этот проект, это уже вопрос другой. Несмотря на то, что не только я, а еще люди писали в ВК с просьбой выложить мод, предоставить ТСК для того, чтобы до открытия потестировать, посмотреть, работает, не работает, поговорить, обсудить. Но ничего этого не было. Все данные были выложены в последний момент. Ну и при открытии началось. ТСК не работает. Правда, в этом обвинили сначала меня. Я перезагрузил все. Я всегда говорю, что я сначала ищу проблемы на своей стороне. Я послушно все перезагрузил. Я удалил ТСК, по новой скачал, по новой поставил. По новой скачал также и плагины. Все установил. ТСК не работает. Выяснилось, в конце концов, что эта проблема не у меня. Я даже скачал мод другого проекта. Зашел туда, пообщался там с людьми. Узнал, хорошо ли меня слышно. Поэтому у меня все работает. Вернувшись в дискорд проекта Avalon Reborn, я понял, что они нашли проблему. Но к чему я это все веду? К тому, что проект не тестировался. Вот вообще нисколько не тестировался. Да, это старая задрюченная сборка, которая в крупных масштабных тестах не нуждается. Но какие-то мелочи же можно побегать и потестировать. Все ли у тебя работает? Но нет, как это положено у нас, в нашем сегменте, мы открываем ОБТ, ни черта не протестировав. Ну и дальше понеслось. Каждые 3-5 минут перезагрузка сервера. Поэтому уж извините, ролик будет из кусочков, из рваных кусочков. В конце даже я психанул, я просто выключил, зашел в редактор и начал просто летать над картой. Потому что меня задолбали эти постоянные перезагрузки. То они забыли добавить паркур, то они еще что-то забыли, то какую-то машину забыли, то еще что-нибудь. И каждые 5-3 минуты идут перезагрузки сервера. Перезагружается, перезагружается. В конце концов, нервы мои тоже сдали. Ну и возвращаемся к самому проекту. Что же это такое? А это Вавилон. Авалон. В каких только названиях он не открывался. Это все та же самая сборка. А почему же называется Авалон Реборн? Да потому что ребятам просто не хочется заморачиваться со сборкой. Потому что, чтобы ее переименовать, надо потратить огромное количество времени. Гораздо проще скачать уже готовую сборочку, вот эту, которую мы видим, с надписью везде Авалон, 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 Авалон. И назвать ее Авалон Реборн. Еще раз напомню, что данные разработчики к официальной группе разработчиков Авалон не имеют никакого отношения. Название Авалон Реборн, оно принудительно. Иначе ребятам придется изъять оттуда все модели, которые подписаны этим словом Авалон, Авалон, Авалон. Ну и проще, конечно же, просто взять сборку, на которой везде, куда бы вы ни посмотрели, будет написано Авалон. Назвать ее Авалон Реборн и выйти с ней в свет. Но вот только название-то сути не меняет. Назовите вы это хоть Авалон Реборн, хоть Авалон Феникс, а на самом деле Авалон Феникс был бы гораздо лучше названием, потому что эта сборка возникала действительно из пепла на моей только памяти 4 раза. Под разными названиями и даже до сих пор какие-то проекты носят название Авалон. Например, зайдите на Иркутск-38, там вы увидите то же самое здание, которое подписано Авалон. Ну, она разошлась. Эта сборка разошлась по рукам, она присутствует у многих. Ну и вот в очередной раз эта сборка всплыла в интернете, всплыла в онлайне. Заходите, как говорится, играйте, получайте удовольствие. Ну а можно ли на этой новой сборке, да, Авалон Реборн, Перерождение, показать что-нибудь новенькое? Да нет, здесь все то же самое, что было когда-то, больше года назад, что я показывал и Авалон, и Вавилон, и еще несколько проектов, которые открывались на этой же сборке. Сборка никаким образом не поменялась. Все то же самое, что и было. Единственное, что я увидел из нового, это модели машин, которые вы сейчас можете наблюдать. Но немножко меня смущает, что на этих моделях написаны названия других существующих проектов. Какие-то модели я видел на Арсенале. На каких-то моделях написано, что это модель с Фатума. Есть модели с Римоса. Каким образом они попали сюда, ну уж тут, наверное, история умалчивает. Но тем не менее, моделей, по крайней мере легковых моделей, действительно много, есть на что посмотреть. К сожалению, грузовиков показать не могу. Грузовики все привязаны к уровню. Да, здесь, как и когда-то, ничего не меняется, в общем-то. Как и когда-то, здесь есть биржа труда, здесь есть первоначальные работы, которые вас прокачивают, прокачивают, прокачивают. И с каждым уровнем у вас будет открываться новая машина. Как я и сказал, ничего здесь не поменялось. Как и была сборка Авалон, Вавилон, так она и осталась. Добавили только вот какие-то модельки. Кстати, моделька, например, скорой помощи мне не понравилась. Решили они раскрасить вот таким вот интересным цветом. Ну, это все вкусовщина. Ну, а в целом, если говорить, то это я бы назвал бюджетным проектом, который открылся ради того, чтобы его открыть. Ну, если говорить простым языком. Ну, а какие реальные цели преследует администрация данного проекта с его открытием, мы, наверное, никогда не узнаем. Ну, а в целом, больше мне про этот проект рассказать не о чем. Единственное, что добавлю, этот проект не от официальных Авалоновцев. Это проект, открытый какими-то ребятами, какими-то разработчиками или администрацией для того, чтобы, ну, что-то, наверное, здесь делать. Что? Ну, это уже зависит от тех, кто сюда придет. Кому понравился этот проект и кто хочет на нем поиграть, милости просим, он открыт. Сейчас он находится на стадии ОБТ. После ОБТ будет вайп и потом уже будет, видимо, релиз. Так что заходите, получайте удовольствие. У меня на этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует...